Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я рада, что вы ставите какие-то комментарии под видео на канале, где я выступаю. Меня это радует. И ваши комментарии, они говорят о том, что вы, как и я, многие пострадали от действий РПЦ и от преследований, и что не я одна такая. Сегодня я хочу поделиться своим опытом и своими знаниями о том, как манипулируют в РПЦ людьми. И был один комментарий, который говорил о том, что если вы ушли, то почему вы дальше начинаете выступать на эту тему? Потому что есть люди, которые до сих пор там, и которые до сих пор работают на плантациях, и которые не устроили свою жизнь, и которым интересно будет послушать, как живет человек без этого РПЦ, без этой русской церкви, и как человек вообще смог жить, а вот, и как человек не поддался на запугивание этих батюшек, и не поддался на их провокации и преследование. Итак, начнем. Когда вы приходите в храм, то обычно вы приходите либо по требам, либо потому, что у вас случилось горе, которое вы не можете кому-то рассказать, с кем-то поделиться, или просто прийти к психологу. Потому что в РПЦ, в этой тоталитарной организации очень ограничивают общение с другими людьми, ограничивают прочтение литературы без благословления, и люди в замкнутом круге сидят и варятся в том, что скажет батюшка. Даже есть такие передачи, что говорит священник. То есть священник может говорить абсолютную чушь, в эту чушь верующие люди должны верить. То есть я бы хотела сказать, что верующий человек и знающий человек это очень большая разница. Верующий человек принимает все на веру, знающий человек. Он принимает на веру после того, как проанализирует знания. И после того, как пройдет опыт. То есть он основывает веру на знания. И многие люди в церкви, они даже не изучали Библию. Они просто повторяют цитаты за священника. А священник эти цитаты он выхватывает из Библии. И не всегда по цитатам человек может сориентироваться о том, что скрыто за тем или иным высказыванием. Кроме того, Библия написана не для того, чтобы каждый, кто умеет читать ее, понимал. Это своеобразный шифр. И доступ к этому шифру церковь закрывает. То есть обычный человек всю жизнь может молиться и читать Отче наш и никогда не выходит ко Богу. И я поясню, почему это происходит в сегодняшнем видео. Это когда вы приходите в эту церковь, а вы вынуждены приходить, потому что некоторые люди попадают туда уже в момент рождения. То есть без права выбора. То есть родители крестили, даже не спросив, пожелает ли ребенок это или нет. И насколько мы понимаем и знаем из Библии, то Иисус, которого называют Христос, он осознанно подошел к моменту крещения и он это делал в 30 лет. Когда он понял, что это ему нужно. и он крестился, как написано в реке Иордан. Но мамы и папы, которые приносят детей на крещение, выпускают этот момент, потому что эти люди не изучают Питание. Эти люди слушают батюшку, который говорит, если вы хотите, чтобы ваш ребенок не плакал, то приносите мы его перекрестием, сострижем волосы, закатаем волосы, и ваш ребенок не будет плакать, потому что другими словами мы отключим этого ребенка от жизни. То есть мы его просто принесем жертву, и мы проведем над ним определенные ритуалы, которые выключают сознание. Потом ребенок не плачет, но может спить, может болеть психическими расстройствами, но это уже никого не интересует, потому что его называют оптой, то есть животным, и он становится рабом. И причем не только он становится рабом, а еще и его поколение. так вот когда вы приходите в церковь, первым делом к вам подходят обученные люди в виде таких бабушек свечей, которые спрашивают сыночек, дочечка, что у тебя такое случилось? И вы как наивная душа начинаете рассказывать о своем горе, о своей проблеме, о своей боли, и эти обученные женщины, они смотрят на вас, они расспрашивают в вашем составе, семье. Вы же не понимаете, что эта информация потом используется против вас. Вы же не понимаете, что когда вы приходите на исповедь, то батюшка может работать просто на службы или на другие какие-то организации, или просто собирать информацию о вашей жизни и потом разглашать в своем кругу, либо разглашать по городу, как он уже захочет. Вы же этого не понимаете, когда приходят. И поэтому эти обученные встречницы, они собирают первичную информацию, потом они отдают вас в руки батюшки. И батюшка вам уже дает рекомендации, что вам делать, как вам быть, как вам жить. Естественно, он дает так рекомендации, чтобы вы как можно больше ходили в церковь и как можно больше выносили деньги. У них не стоит вопрос спасти вас. У них стоит вопрос, как отобрать у вас то, что есть. Может быть квартира, может быть вы одинокий человек, и тогда вы будете лакомо кусочек. А если вы еще в горе не будете контролировать свои эмоции, свои слова, и будете доверять батюшке, батюшка войдет в вашу жизнь как дорогой гость. который разграбит у вас все вплоть до вашей души. Он похитит и душу, и разум, и будет посягать на ваше тело, на все. То есть вы становитесь потом рабом. И вам будут говорить, вы болеете, а вот вы начинаете следить церковь, и вы начинаете болеть, потому что церковь ходить всякие группы, и делают магические обряды через церковь. Вот, и вы можете, конечно, болеть, вы можете пострадать, а вы чаще ходите, а потом вас начинает тянуть туда, потому что вас начинают обкуривать специальным ладаном, в которое добавляют некие некоторые вещества, которые влияют на вашу психику, и когда вы долгое время не посещаете храм, вас тянет, потому что вы уже зависели, потому что многоуважаемые батюшки не дают людям возможности понимать то, что они делают. У них в их системе предусмотрено отношение к человеку как к животному, то есть ты должен только слушать меня, потому что я представитель Бога, и у тебя не должно быть своего мнения, не ты Божий, чтобы ты начал что-то еще изучать параллельно, потому что я говорю, искать какие-то источники, задавать вопросы. Они очень не любят это. И как епископ мне говорил, а ты будешь просить и милостей, и церкви, и я тебе благословляю это. Вот. И до меня не сразу дошло, что они кроме как просить, ничего не умеют, они не умеют дать вам удочку, предоставят работу. Вот как я открыла фирму, и людям предоставляют работу, возможности развиваться в творчестве, они этого не умеют. Они умеют только просить. И они могут только научить вас тому, что умеют сами. Вот, просить милостыни, просить хлеб, работать с утра до вечера на буханку хлеба, это в лучшем случае. Я вспоминаю такие эпизоды, когда женщина под крамом кафедральной нашего города просила милости. Она попала под поезд, и у нее не было одной ноги. И она Валентин. И она просила милости, бедная этой инвалидной коляски зимой просила милости. Я говорю, да много напросила, но как бы на еду тебе хватит, потому что она жила одна. И у нее была квартира, поэтому ей дали возможность просить милостыни. Она говорит, ты знаешь, насобирала 20 гривен, так мне надо будет с этих дней продать еще человеку батюшке процент. То есть они даже с инвалида будут брать процент за то, что он стоит и просит милости. так я ответила этому епископу. Я говорю, Бог никогда не оставляет своих людей, и они никогда не просят милостыни. Потому что люди, которые познали себя и познали часть Бога в себе, они не просят милостыни. они открывают фирмы и дают обучение старым людям. А милостыню просят люди, которые еще незрелые, души незрелые. Они не знают, как жить, как выжить и вообще как зарабатывать. То есть они еще не понимают, что не надо просить милости, не надо набирать на себя чужого, то, что кидывал в себе люди. То есть манипуляции. Я вам уже говорила, как мой духовник бывший манипулировал щербатой расческой, но он еще манипулировал щербатым крестом, у него крест, камни в нем, и всегда одного нет. Вот камни все на месте, кроме одного. Ему же тоже говорят, ой, боже, батюшка, это же у вас камня в кресте не хватает, надо же вам помочь. Вот так он собирал деньги. Вот способом манипуляции, воздействия, способом НЛП, способом гипноза, вот, то есть он манипулировал и манипулирует по сей день людьми. Вот. И их все манипуляции, они не могут на вас влиять до тех пор, они могут манипулировать вами, пока вы этом позволяете. Если вы не позволяете это делать, то никто вам ничего не может починить, потому что вы можете просто сказать моя воля равна мне прикосновения, не для кого. А вот и не дать себя этим людям играть с собой, манипулировать. там очень процветает качество, очень процветает коррупция. вот человек писал насчет ясновидящих духовных отцов. Я хочу несколько слов сказать в адрес таких отцов, потому что рекламу церковь делает хорошую посредством паспы, которая разносит благую весть всем, что там есть спасение и рай именно на небе, они здесь не живут для реализации, они в основном ждут, когда будет смерть, никогда не поживут. Это большая иллюзия, потому что мы приходим сюда именно чтобы реализовать себя. Мы приходим сюда духовными существами, мы помещаем тело, мы реализовываем себя через тело, через опыт, именно здесь и сейчас, так и жить. Вот и священники, они создают вот эту рекламу, они затаскивают, они даже говорят, что они ловят душ человеческую, то есть они ловят именно душ, душ, душ. Их задача поймать душ. и поэтому сказано, что широка дорога в ад, но узкая к спасению, эта узкая дорога к спасению, она именно заключается в том, чтобы человек мог разобраться и сделать выводу не выйти. Это несчастные очень люди, очень эти священники зависимые, и человек, который несчастный, который не может устроить свою семью, который заставляет себя жить человеком, которого ему дали, даже он не выбрал, бывают такие случаи, ищет на стороне любовниц, короче, или насилует послушниц, вы не сможете у такого человека получить любовь, страдания, у него просто этих центров нет, у него закрыта сердечная чакра, у него что-то просто вот лох-не-лох обязательно, по возможности его, по возможности его души, и причем еще хотят, чтобы ты за это платил, за то, что они с тебя эту душу брать будут, то есть ты продашь свою душу, и вы понимаете, от кого эти подачи, чтобы ты оказалась от тех возможностей, которые тебе дал Бог, от той реализации, как тебе дал Бог прекрасно, ты можешь обидеть. Вот, поэтому будьте очень-очень осторожны, когда общаются с помещениями. Конечно, желательно выучить, изучить, по-моему, и отслеживать во время общения, как они манипулируют, потому что даже если вам говорят, мещенник прозорливый батюшка, то вот я хочу вернуться к тому, как это они создают. Так батюшка прозорливый, ему приходит на исповеди ваша спасетка, она говорит, вот она живет там с мамой, она плохая, мы там видим что-то или не видим, потом приходит вторая соседка, потом приходит третья соседка, таким образом он получает, получает, получает о вас информацию, потом приходит и кроме того, у них же священники работать здесь нужно. Их прозорливый понятно, как объясняет, а истина прозорливые люди, истина божьи люди, они не будут идти на какой-то манипуляции, какой-то дешевый фокус, а если есть целители, у них есть божьи и помыла, они не будут себя рекламировать, они не будут бегать и прыгать, и доказывать, что я такой вот великий и прям прозорливец, и все. Почему они идут на это? Потому что те же старцы, они все в зависимости, они уже давно отдали свои квартиры, и тому старцу 80 лет, если он не будет прыгать и бегать, как они хотят, не выкинуть, тогда и все. И каждая монашка, она зависимая, каждая свечница, она зависимая, и все у них зависимые, потому что они даже не могут сказать свое мнение, вот батюшка там сказали все, потому что если она скажет свое мнение, ее выкинут, а она ничего в этом мире не может, никакой батюшка в этом мире не может жить, потому что кроме того, что он научился просить, то есть стоять как попрошайка, он ничего не умеет больше, он знает, вот ему принесли, и он на это вот взял и использовал этот ресурс, но он не умеет ни жить, ни строить, ни предоставлять рабочие места, он ничего этого не умеет, если его выкинуть в реальность, он просто не сможет в ней находиться, он не сможет платить налоги, потому что в церкви они не платят налог. И государство освободило от налога, потому что они выгодны этому государству. Они освобождены от налога, вот, они освобождены от морали, они освобождены от совести, Они освобождены от всего, что связано с человеческими понятиями. Вот такая ситуация у нас в Террии. Так что пишите, задавайте вопросы. Я просто не знаю, что вас интересует. И я постараюсь на них более развернуто отвечать. Спасибо за внимание. До встречи. Продолжение следует...